Всем привет! Сегодня в этом видео я хочу показать отличный универсальный способ, который подойдет для всех Android устройств с целью очистки памяти на своих смартфонах. То есть памяти станет больше, мы ее значительно увеличим. И давайте приступать сразу же к делу. Наверняка вы замечали, что со временем использования своего смартфона памяти становится меньше. За счет чего самый главный источник, который пожирает вашу память, это различные приложения, которые вы скачиваете на свои смартфоны. Такие приложения как Telegram, Viber, Instagram, YouTube, Галерея, различные инструменты Android и Google сервисы. Все эти приложения со временем очень много поедают память. Что-то нужно с этим делать и сегодня я покажу один отличный универсальный способ. Он отличается своей простотой и эффективностью. Теперь давайте приступать к делу. Изначально я хочу зафиксировать память, сколько у меня ее сейчас и сколько будет после всех процедур. Заходим во вкладку хранилища и сейчас я сделаю скриншот. Память подсчитается. Делаю скриншот. Также вы можете заметить, что раздел другое гигантское количество памяти занимает почти 19 гигабайт. Это очень много. Но на самом деле между другим и приложения и данные, между двумя этими разделами, есть очень большая взаимосвязь. И там я замечаю, что некоторые файлы находятся в приложениях, а некоторые в другое. Хотя эти файлы в принципе ничем не отличаются. В общем, как Android смартфон все это формирует, до конца неизвестно. Теперь давайте приступать к делу. И я вам предлагаю использовать такой проводник, как Total Commander. Скачайте, пожалуйста, это приложение Total Commander. Он более функциональный и имеет больше определенных возможностей. В зависимости от стандартного проводника на смартфонах Xiaomi проводник. Или, допустим, на смартфонах Samsung мои файлы и так далее. Поэтому скачайте универсальный проводник в Play Market, такой как Total Commander. Вы его скачиваете. После этого заходим. И если у вас Android ниже 11, то никаких проблем у вас не будет. Если у вас 11 Android, то для этого нужно кое-что сделать. Первое заходим в три точки, настройки. И убедитесь, что здесь включен пункт скрытые файлы и папки, чтобы он был включен. Возвращаемся обратно. Второй пункт это внутренний общий накопитель. Сюда заходим. После этого папка Android. Потом дата. Мои приложения. В 11 Android этот раздел закрытый. Но благодаря именно вот этому проводнику Total Commander мы его сейчас откроем. Нажимаем. Да. После этого. Вот тут внизу. Использовать эту папку. Разрешить приложению Total Commander доступ к этому разделу. Разрешаем. И все. Папка дата теперь у нас открытый. И за счет того, что у нас эта папка открылась, у нас появляется больше возможностей для очистки нашего смартфона. Что мы делаем дальше? Заходим в внутренний общий накопитель. Android. Data. И вот мои приложения. И вот тут в строке поиска мы пишем EXO. Три буквы английские. Вот такие вот. EXO. После этого поиск. Давайте посмотрим, что найдет мой смартфон. Тут будут различные файлы, которые следует, конечно же, удалить. И сейчас я вкратце расскажу, что это за файлы. Идет поиск. Опять-таки, ребят, недавно, буквально неделю назад, я очищал свой смартфон. И он опять немножечко заполнился. Вы в своем случае тоже попробуйте все эти способы. И напишите, пожалуйста, комментарий, сколько памяти у вас получится очистить. Мне будет интересно знать ваши результаты. В моем случае нашлось 295 EXO файлов. EXO файлы – это различные миниатюры, просмотренных вам видео именно на YouTube канале. Также тут есть различные скачанные видео с YouTube, если, конечно, вы их скачивали. Обратите, пожалуйста, внимание на размер всех этих файлов. 6,9 МБ, 6,6, 6,2. Я здесь просто отсортировал по размеру, по убыванию. И тут довольно большие размеры. Я уже вниз спустился. 170 КБ. Внизу, конечно же, уже мелочь начинается. Но сверху самые крупные файлы. Что мы делаем? Конечно же, давайте удалим. Выделяем раз. Потом внизу нажимаем. Два. Все это дело мы выделяем. Давайте посмотрим, сколько весит памяти. Свойства. И смотрите, все эти файлы занимают полный гигабайта памяти. Это очень много, поэтому давайте все это дело удалим. После этого нажимаем на вот это вот ведро. Раз, два. Удаляем. Происходит процесс удаления. Он не такой быстрый. Я думаю, что придется подождать хотя бы там минуты три. Также хотел бы я вам сказать, пока у нас идет процесс удаления, что Total Commander более тщательно отыскивает различные файлы, которые вы его просите. Вы в строке поиска вводите файл. И именно вот из этого проводника Total Commander происходит более тщательный и глубокий поиск. Окей. Нажимаем. Все. Все эти файлы мы благополучно удалили. Возвращаемся обратно до пункта. Вот. Мои приложения. Потом мы заходим в папку Мои приложения. И вот тут в строке поиска пишем одно слово, такое как кэш. Вот таким образом. Поиск. Происходит тщательный поиск. Нужно немножечко будет подождать. Этот кэш берется из всех-всех-всех приложений, которые есть на вашем Android смартфоне. Такие приложения, как допустим, темы, какой-то интернет-банкинг, Google сервисы, различные социальные сети, мессенджеры и многое-многое другое. Вот и закончился процесс поиска кэша. Ждал я примерно 2 минуты. В моем случае найдено 68 различных папок. В любом случае следует понимать, что все эти папки взяты конкретно из всех приложений. Потому что на конце здесь есть такое слово, как кэш. Абсолютно напротив всех папок кэш, кэш, кэш в конце. Независимо от приложения, из которого это взято. Также некоторые эти папки могут быть пустые. Некоторые могут быть наполненные. Но в любом случае давайте проверим, сколько это все занимает памяти. Нажимаем вот на вот эти галочки. Выделяем все. Все выделили, задержали палец. Посмотрели, сколько это весит, свойства. В моем случае весь этот кэш, видите, идет подсчет. Нужно подождать немножечко. Я не спорю, в принципе, сам кэш в некоторой степени и в небольшом количестве для каждого приложения имеет место. Потому что он ускоряет процесс работы приложения. Ну вот, данный кэш может накапливаться до безумных размеров, если его слишком часто не чистить. Поэтому я снимаю подобное для вас видео, чтобы вы хотя бы раз в три месяца все это дело очищали. Посмотрите, сколько всего нашло. 437 папок. А сколько файлов? Почти 6000 файлов. Конечно, нужно это все дело очистить. И общий размер 578 мегабайт. Нажимаем галочку. Также хочу отметить, если вы игроман, если вы играете в какие-то игры, потому что я, например, в игры вообще не играю, то пройдитесь по вот этим папкам и найдите папку с названием вашей игры. И уберите галочку. Только после этого берите все и удаляйте. Все остальное можно легко удалять, ничего вы не потеряете на своем смартфоне. Нажимаем на вот эту корзину. И да, мы все это дело удаляем. Идет процесс удаления. Нужно тоже немножечко подождать. Весь кэш уже удалился. Тут не получилось удалить лишь один файл. Это ничего страшного. Окей. Все. Кэш удалился. Память у нас добавилась. После этого возвращаемся в главное меню данного приложения. Потом заходим в внутренний общий накопитель. Вот эта вот стрелочка вниз. Заходим. И нужно сортировать по размеру и по убыванию. Нажимаем. Оп. И у нас произошла сортировка всех главных папок, которые есть на нашем смартфоне. Первая папка вы можете заметить это Telegram. Если вы тоже им пользуетесь, то обратите внимание и посмотрите сколько эта папка может занимать место. В моем случае папка Telegram занимает 1,9 гигабайта памяти. Там находится 1636 файлов. Это очень много. Поэтому прям смело можно удалять эту папку. Ничего плохого не произойдет. Удаляем ее. Да. Telegram как работал, так и будет работать. Изображение, музыка, видео будет удалено. Да, удаляем. Потому что это все будет история, которая сохраняется в Telegram. Но все эти файлы, музыка, изображение, это все на вашем смартфоне останется. А это мы лишь очищаем только папку Telegram. Папка Telegram очищена. Возвращаемся обратно. И заходим в внутренний общий накопитель. В строке поиска теперь пишем. Смотрите, что Samba Nails. Samba Nails. Не просто Samba, а Samba Nails. Поиск. Найдено пока что 0. Но сейчас мы подождем до конца. Вот уже одна папка нашлась. Вторая и третья. И обратите, пожалуйста, внимание. Нашлось три папки. Samba Nails это миниатюры всех картинок, фотографий, которые есть на вашем смартфоне. Смотрите, миниатюрки и картинок, которые есть в вашем приложении музыка. Вот. У меня там есть некоторая музыка. И напротив музыки вот эти вот картинки. Давайте я вам покажу. Заходим вот в приложение музыка. Тут различные музыкальные композиции. И напротив которых есть вот такие картинки. Миниатюрки, которые сохраняются на телефоне в папку Samba Nails. Вот, пожалуйста, обратите внимание. Подобная ситуация обстоит и с картинками, фотографиями, также с фильмами, которые есть на наших смартфонах. Опять-таки, самая фишка заключается в том, что даже те картинки, на которые была создана миниатюра, они сохраняются и остаются и накапливаются на телефоне. Даже при условии, если вы оригинальную картинку уже удалили. Вы, допустим, зашли в галерею, поудаляли все ненужные фотографии, которые не актуальны. Вы их поудаляли, но при этом Samba Nails, маленькие миниатюрки на эти удаленные фотографии, они остались и сохранились. Давайте посмотрим, сколько памяти все это дело занимает. Я сейчас все выделю. Три папки. Нажмем свойства. Сколько весит. И я вам предлагаю, конечно, это все дело удалить. Samba Nails, кстати говоря, не так много. Размер 12,9. Но это в моем случае 12,9, потому что я относительно недавно все это дело очищал. Файлов найдено 234. Возьмите, посмотрите у себя и можете смело тоже все это дело взять и удалить. Да, удаляем все миниатюрки, они нам не нужны. Если понадобится нашему смартфону, то он все эти миниатюрки сможет заново создать. В общем-то все, ребята. Вот такая простая процедура увеличит память на вашем смартфоне. Давайте подведем итоги. Возвращаюсь я обратно. Зайдем в галерею. Откроем наш скриншотик последний, который я делал. Вот он. И у меня здесь было использовано 44, 1 гигабайт, а другое 8,99. И давайте сейчас сравним. Зайдем в настройки. Что у нас тут обновилось? Занято. Переходим в хранилище. Уже видно, что несколько мы очистили раздел «Другое». Так, и теперь будем сравнивать. Вот картинка и после очистки хранилище. Было 44, 1, стало 41, 2. То есть 3 гигабайта памяти мы очистили. И заметьте, что вся эта память была очищена именно вот из раздела «Другое». 18, почти 19, стало 16. Раздел «Другое». Аудио, изображение, видео, АПК. Там все осталось на месте. Абсолютно все. Никакие данные важные вы не потеряли.